Девушки отдыхают Они немножко стыдны? Я их никому не показывала Но тебе, Боженька, я покажу Вот они Взрослые плачут слезами Взрослые плачут глазами Маленькие плачут сердцем Маленькие плачут жизнью Но если, по-зрослым, плачут, как маленький Значит, он и правда плачет Когда началась война, мне было 19 И я ушел на фронт Еще в школе я был самым метким среди сверстников Гордился полученным значком ворошиловский стрелок И был очень горд тем, что на фронте стал снайпером Сам факт в присутствии снайперов на поле боя Наводит страх на врага Дистанция для такого стрелка не имеет никакого значения У хорошей винтовки мощная лоптика И часто при цели видно выражение глаз Ничего не подозревающего человека Убивать тяжело Но была война Я считал, что невозможно воевать в белых перчатках И никогда не питал жалости к фашистам Было ясно Если мы не выстрелим, выстрелят в нас На моем счету сотни точных попаданий Но однажды я не выстрелил И Бог дал мне удивительную возможность Оказаться лицом к лицу с посредствиями этого поступка Осенью 43-го года моя дивизия держала оборону на участке У белорусской деревни Турки-Перевоз В тот вечер из штаба принесли почту И мне в руки попало письмо, адресованное самому храброму воину На фронт часто приходили такие воодушевляющие солдат послания Это письмо было от Валентины из Ленинграда Она умоляла отомстить за убитых врагами родителей Я был очень троган И на следующий день исполнил просьбу Уничтожил нескольких фашистов Солнце уже клонилось к закату И бой почти затих Когда вдруг в траншее противника началось какое-то оживление Я взял винтовку и налил прицел Возле землянки стоял высокий худой немец Долговязый мой, предупредил я товарищей В прицеле я отчетливо видел его лицо, повязка на правом глазу и шрам на щехе Шатаясь, он нес какой-то ящик в сторону опоку Вдруг остановился, увидел своих убитых сослуживцев И застыл, оторопевший и жалкий Из укрытия выскочил офицер Сбил долговязого с ног И сам упал замертво, сраженный пулей кого-то из моих товарищей Я по-прежнему предельно ясно различал через оптику его глаза И шрам на щеке Но уже не видел разметки на прицеле Диод три поплыли И я снял палец со спускового крючка Пусть живет Прошло много лет В 1972 году в парке Горького в Москве проходила выставка ГДР Я зашел посмотреть И вдруг увидел Немец-экскурсовод что-то кому-то рассказывает на ломаном русском Шрам на щеке Неподвижный правый глаз Знакомая долговязая фигура Я не верил своим глазам Разговаривались Да, в 43-м он воевал на том же участке фронта, что и я Да, он помнит тот случай Тогда еще не оправившись от ранения Он подносил патроны к пулемету И услышал крик Ложись, снайперы! Но растерялся и остался стоять Пока не был сбит с ног Вскоре его комиссовали и отправили домой Месяца через три я получил письмо из Германии На фотографии тот самый солдат, его жена и три дочери Очень похожи на отца А на обратной стороне надпись Дорогой друг, посмотри на фотографию Этих милых деток могло бы и не быть на свете Если бы вы тогда на фронте не проявили великодушие И не сохранили жизнь нашему дорогому отцу и мужу Мы вам очень обязаны Приезжайте в гости Ответ я не написал Просто не смог подобрать слова Впрочем, и времена для переписки за границей были не самые лучшие Но всем сердцем почувствовал я тогда Смысл заповеди не убей И вспомним строчки из любимого мной блога Жизнь без начала и конца Нас всех подстерегает случай Над нами сумрак неминучий И в ясность Божьего лица 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 Продолжение следует...